Россия равнодушие к домашнему Мундиалю Камила Аная ЛС Печтадор, Колумбия 7 июля 2018 года Хотя с открытия Чемпионата мира по футболу прошло уже 20 дней, только сейчас, после выхода российской команды в четвертфинал, местные болельщики начинают понемногу окунаться в праздничную атмосферу. 14 июня, в день открытия Чемпионата мира по футболу в Москве газета «Атома Щаутимес» вышла со скептическим заголовком на первой полосе «Почему Россия потерпит поражение на Мундиале?» Не веря в местную сборную было коллективным, как и безразличие к предстоящему событию. И россияне очень удивились, услышав пение аргентинцев в метро, зажигательный мотив селиты Линда, исполняемый колоритно одетыми мексиканцами, и праздничный голдеж тунисцев, которые, несмотря на попадание в трудную группу «Б» с Испанией и Португалией, дружной толпой двигались в направлении стадиона. И это изумление россиян имеет свои причины. Футбол это не самое главное, даже после победы со счетом 5-0 над Саудовской Аравией в первом же матче турнира. Стоило лишь отдалиться на несколько кварталов от московского стадиона «Лужники», как повсюду можно было встретить людей, погруженных в свои мысли, занятых своими делами, что совершенно нормально для большого города и его населения, чуждого к тому, что они не чувствуют таким уж своим, мундиалю. А вот что говорит Павет Шанитов, Павет Шанитов, местный журналист, который ходит на игры других сборных, и не посещает матчи с участием своей команды. Мои соседи вообще ничего не слышали о начавшемся мундиале. Они не знают, кто в каких группах играет, ни, тем более, какие встречи предстоят в каждый из дней. У них другие интересы, и это следует уважать. Кроме того, многие просто не верят в нашу команду. Тем не менее, победа по пенальти над Испанией и выход российской сборной в четвертфинал несколько переменили ситуацию к лучшему. Появилось больше лиц, раскрашенных белосини-черными красками, то есть цветами российского флага. Специфическая праздничная атмосфера стадионов понемногу начала захватывать и улицы, причем до такой степени, что большие группы болельщиков, не попав непосредственно на игры, собираются в барах, чтобы посмотреть их. Мы переживаем вместе с нашей командой и с энтузиазмом следим за игрой, говорит Шанитов неделю спустя после своего первого интервью. Население, годами верившее не в Бога, а в коммунизм, медленно меняет свои взгляды и постепенно начинает понимать, что Мундиалет их заслуга и что он проводится для них. Россия не принимают события, когда видят, что есть определенная и ясная цель, что они живут для чего-то, а не просто так, изрекает Повет. Поэтому на предстоящем в эту субботу матче России против Хорватии за выход в полуфинал ожидается 45 тысяч болельщиков на стадионе в Сочи, то есть, 93,7% всей вместимости этого спортивного комплекса. Футбол стремительно распространяется по самой большой в мире стране, и теперь здесь его любят больше, чем ранее. И там, где раньше было мало народу, теперь видны десятки собравшихся людей, которые обсуждают прошедшие матчи, превращая в нечто повседневное такие разговоры с теми, кто изначально считал ЧМ праздником. Потому что стоять в стороне того, что происходит, выставив с Мундиаля одного из фаворитов, сложно, почти невозможно. И несмотря на безразличные высказывания и взгляды, ощущение праздничной атмосферы непредсказуемо усиливается, как и температура воздуха в Москве.